Всем привет, меня зовут Владимир, и сегодня у нас на обзоре новая модель от компании Samsung A7 2017 года. Модель телефона представлена в четырех цветах, это черный, золотой, розовый и синий. Лицевую часть корпуса занимает диагональ дисплея 5,7 дюйма с разрешением Full HD, матрица экрана Super AMOLED. На нижнем торце мы видим разъем для зарядки microUSB Type-C. Разъем под наушники 3.5 и разговорный микрофон. На правом торце у нас расположились клавиши блокировки и разблокировки, и микрофон для воспроизведения музыки. На верхнем же торце разместился слот для сим-карты наноформата и карты памяти. На левой стороне корпуса мы видим второй слот для сим-карты наноформата и клавиши регулировки громкости. А сзади расположена основная камера на 16 мегапикселей со вспышкой. Итак, в комплект поставки входит сам телефон, инструкция, гарантийный талон, зарядки microUSB Type-C. Наконец-то мы дождались в новом телефоне уже этот разъем. Также в комплекте поставляется блок питания силой тока 5 Вольт 2 Ампера. Поддерживает быструю зарядку, то есть можно за 30 минут зарядить 50% аккумулятора. Очень полезный переходник с microUSB на Type-C, потому что сейчас не у каждого уже есть разъем Type-C. Ну и вакуумные наушники, которые, к слову, неплохие, звучат очень хорошо. Такое редко сейчас встретишь в комплекте поставщиков телефонов. Диагональ экрана модели составляет 5,7 дюйма при разрешении 1920х1080 точек. Матрица экрана Super AMOLED и плотность пикселей составляет 386 точек на дюйм. При этом зернистость экрана можно получить разве что, если поднести его прямо к глазам. Если вы любите яркие насыщенные цвета, то в меню настроек экрана можно выбрать адаптивный экран, либо же кино AMOLED. Цвета можно сделать очень яркими, но насыщенными, в то время как в режиме основной, либо фото AMOLED цвета будут ближе к натуральному. Уклы обзора отличные, запаса яркости хватает слегкой. В флагмане от компании Samsung в модели A7 2017 года появилась функция Always On Display. Так как дисплей здесь Super AMOLED, в нем каждый пиксель подсвечивается индивидуально, то даже при заблокированном экране с минимальным расходом батареи, на него можно выводить время и дату, оповещение, календарь, либо изображение. Камере модели Samsung A7 2017 года было, наверное, уделено наибольшее внимание, потому что они оснастили данный аппарат 16-мегапиксельной камерой сзади и спереди с диафрагмой 1.9. По сравнению с прошлогодней мастем, величие в количестве мегапикселей, но пропала оптическая стабилизация. Разрешение фотографий, сделанных на камеру Samsung A720, 4608 на 3456 пикселей. Видео же пишет Full HD 30 кадров в секунду. Примеры фотографий, сделанные на основную камеру телефона. Поменялось и меню камеры, теперь свайпом справа налево мы вызываем фильтры камеры, свайпом слева направо режим камеры, и свайпом снизу вверх, либо сверху вниз, приключение между камерами. Также в меню настроек появилась кнопка плавающей камеры, которую можно расположить в любой удобной для вас части экрана, и при фотографии стоит лишь нажать ее, и фото будет сделано. Ну а дальше вы видите примеры фотографий, которые были сделаны на фронтальную камеру телефона, ну и также примеры видеозаписи задней и передней камеры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Под дисплеем модели встроенная клавиша домой, которая вписан дактилоскопический сканер. Пользователь может добавлять до 5 отпечатков пальцев и использовать для разблокировки смартфона. А также можно использовать для покупок Google Play. Работает сканер быстро, субъективно он такой же, как и в модели Galaxy S7, ничуть не хуже. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 3600 мАч. Благодаря тому, также энергоэффективному процессору, смартфон демонстрирует отличный уровень автономности. При яркости дисплея процентов на 60 и включенном интернете на протяжении дня, использовании соцсетей и звонков минут 30-40 в день, телефон продержался с 8 утра до 11 вечера. Также в случае низкого заряда аккумулятора, можно перейти в энергосберегающий режим и ваш телефон прослужит дольше. Модель A7 2017 года от флагмана Galaxy S7 получила не только функцию ОВС и дисплей, а также получила пылевлагозащиту по стандарту IP68, что позволяет телефону выдержать нагрузку под водой на протяжении 30 минут на глубине 1,5 метра. После попадания влаги нужно подождать, пока разъем USB-C высохнет и после этого уже можно будет заряжать. То есть, корпус телефона герметичный, поэтому пыль в него не попадает. Если внешняя модель Samsung Galaxy A7 2017 года чем-то и напоминает флагмана компании, то по технической части он ему уступает. Так, в этой модели используется 8-ядерный процессор Exynos 7880, сделанный по 14-нанометровому техпроцессу, работающий на частоте 1,9 ГГц. Также установлена графика Mali-T830 MP3. Оснащен смартфон 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью кард-памяти microSD формата до 256 ГБ, и оперативной памяти 3 ГБ. В тесте Andudo Benchmark модель показала результат 58 тысяч баллов. Производительности смартфона будет достаточно для таких задач, как пользование интернет-браузерами, соцсетями, проигрывание музыки либо видео. Ну вот, в ресурсоемких играх придется выбирать средние настройки. Телефон работает под управлением операционной системы Android 6 Marshmallow, и также поменялся внешний вид. Изменили оболочку, это уже непривычный нам, как раньше был TouchWiz, а новая оболочка, получившая название GraceUX. Что поменялось? Ну, в первую очередь поменялся внешний вид. Это мы видим строка уведомления, уже совершенно другая. Мини-настроек удобнее стало. Также есть мульти-аконы, с помощью которой вы можете одновременно работать в двух разных приложениях, к примеру, переписываться в Viber, смотреть фотографии, либо же смотреть видео на YouTube или стать в вашу галерею. Как по мне, то новая оболочка куда лучше, чем старая. Внешний вид стал более привлекательным, иконки минимализированы. В целом GraceUX и выглядит симпатичной, и вроде телефон быстрее работает. Ой-ой-ой, это же продавец 80-го уровня, Сергей. Добрый день, Сергей. Добрый день, рада вас видеть. Скажите, Сергей, что вы думаете о новой модели Samsung A7 2017 года? Что я могу сказать? Телефон однозначно стоит покупать. Модель A720 реально хватает. Камера просто чумовая. Батареи хватает на пару суток. Это я вам скажу по правде, без шуток. От пыли и влаги защищен. Именно поэтому надежно мы по окончанию дам вам дельный совет. Берите, а серии разных ей нет. Спасибо, Сергей. Мнение профессионала очень важно для нашей объективной оценки данной модели. Итак, давайте ответим на главный вопрос. Стоит ли покупать данный телефон? Да, стоит. Первый из них тем, кто любит большие динамат дисплея, кто не готов милиться с бедренным слотом, кто любит делать хорошие селфи-снидки. Главная камера позволяет делать это. Ну и остальные преимущества, такие как USB Type 7, защита от пыли и влаги по стандарту IP68. Многим пользователям придется по душе. А с вами был я, Вадим. Ставьте лайки этому видео. Магазин Пантеле 88, Одесса. Знаете, где можно потестировать данный телефон? В ближайший магазин Цитрус. Спасибо, Руслан. Приходите в магазин на Цитрус. Будем рады вас видеть. Цитрус. Гаджеты и аксессуары.